Приветствую вас, князья и бароны. После успешной кампании на Дальнем Западе, я в очередной раз попытаюсь расслабиться и не проводить агрессивную экспансию. Но порой возможности выпадают провернуть историю настолько привлекательны, что трудно держаться. Но, разумеется, с последствиями дело приходится иметь. И на этот раз я вновь попробую остепениться и вынудить всех моих окружающих соседей перестать думать обо мне гадости. Очень многие не ценят гораздо большую общую картину, где я всего лишь пытаюсь остановить клещи ислама, которые заходят с запада и с востока. Огромная клещня суниста, в которой борьбой идут на выживание ортодоксы и славяне, и сумасшедшего Нуску. И хинду не в счет, они просто аномалия. Но, тем не менее, люди злиться будут, будут проклинать мое имя. Но я знаю, что я делаю, и правда, собственные поступки непоеколебимы. Надеюсь, мы продолжим поднимать экономику, вкладывать в заброшенные регионы деньги, поднимать, строить, что требуется. Давать возможность им развиваться. И на этот раз я тоже надеюсь, что серия получится скучной и неинтересной, потому что в ней ничего не будет происходить. Единственное, самое единственное, я все-таки же планирую провернуть еще одну маленькую кампанию, когда закончится перемирие. Захоронить Майорку, чтобы уже можно было создать новую дороговую республику. Но для этого нужно мне понизить угрозу окружающим. И один из моментов, который я подумал сделать хоть конем, это пустить свое угодное плавание Королевской Британии. Я посмотрел содержать такое количество вассалов, которые спят и видят независимость. Это только накладное дело. Поэтому, почему бы не пустить мне Британию в свободное плавание и посмотреть хотя бы, как они смогут противостоять испанскому халифату. Это решение я сделаю только тогда, если католики победят. Эта мысль у меня появилась, когда я увидел, что тамплиеры вошли в столицу Бордо, в столицу халифата. И оккупировали ее. Конечно, я не понимаю, что там делают и в то, но 39 человек. Но они, видимо, нашли, просто решили оттрахать экзотику. Навряд ли они захватят другие регионы. И насколько это продержится, неизвестно. 39 человек, победители, воины. Дюйс Волт, Дюйс Волт. Ходят там, кричат, распугивают местных баранов. Ну и суть. Пока халиф ведет. Но, если он, разумеется, проиграет, я, скорее всего, то есть война идет за оквитание. Если они выиграют, то очень здоровый кусок отойдет тогда католикам. Это означает, что эти ребята будут отрезаны. И вполне возможно, этот регион они додавят. Либо это сделают викингами, либо это сделают священные Римской империи. А мне уже достанется основная кампания по Андалусии. Отдать евреям. Приблизительно такой план нам в будущее. Поэтому давай мы пока запустим машину времени. И посмотрим, как это все дело будет выворачиваться. А пока мы отдыхаем. Так вот, если я отпущу британца в свободное плавание, то, скорее всего, мы... Так. А, да, кстати, вышел же новый патч, и нам пора выбрать своего бога. Давным-давно было это пора сделать. Пикапатрон деити. Выбирай ли я Перуна, который делает меня более воинственным. Выбирай ли я Велеса, который мне делает более хитрым. Ярила, дабы посвятить меня землям. Либо Морана. Научиться жизни. Но удивление, почему-то здесь нету все, что относится к дипломатии. Но поскольку всегда всю мою жизнь Велес был моим основным патроном, то так же я выбираю его здесь. Тем более интрига нам так нужна. Особенно в наше время, в этом месте. Федот у нас отдыхает, а Митрофан у нас будет, как бывший лидер восстания, будет моим очередным слушателем. И с этим патчем также, после того, как я буду практиковать свои развлечения, автоматы мне не выпускаться не будут. Ну, я ошибся. Все-таки выпустил, заразу. Странно. Вроде писали, что в патче, что... После пыток там или все подобное. Может, касательно поэзии. Ну, давай посмотрим, что будет дальше. Пока я буду накапливать деньги и вкладывать дальше в экономику. Выравнивать ее. Забавно. Мой Всего Олд. Пришел, спросил, почему птичка умерла? А я уже, как бы, типа, будучи являясь... Ну, Велес является моим патроном. То... Говорю, что теперь она с Велесом, дорогой Всего Олд. Либо Велес является нютным мастером. Наши смерть не ждет всех нас. Ну, что ж, давай так. Будем потихоньку воспитывать его. Также у меня проблемы с восстанием. Странно. Зачем ему Гевиканг в Британии? Он что, совсем, что ли, поехал? Странный. Сейчас у них находится... А, Агнатик Кэг, Гевилкант. Ну, хорошо, допустим, пытается поменять немного. Но зачем делать для этого восстание, я не понимаю. Опять же, ладно, викинги, у них свой образ мышления, я понимаю. Также другие назревают у меня здесь проблемы. Это выборочные. Скорее всего, я, наверное, все-таки приму без войны. Это как раз то, что я планирую. Хотя, на самом деле, наследник у меня на данный момент более-менее вменяемый пацан. И повышение. Но это все обойдется без войны. Да, еще одна приятная новость. Яблонские... А, нет, точнее, это Болгария. Да, стали династией, которые также держат Болгарию. У меня появился новый союзник. Замечательно. Все. Следующий войн у нас будет больше подсторонен не на экспансии, а на интригах. Да, также один из немало важных моментов. Пару боно баронов мне шептули на ухе, что, мол, царя. Вот и дал название региону столицы Добрыни. Но Киев остается Киевом как город. То есть, никуда не годится, также следует поменять имя, название. Я подумал, и ответ был сразу, стал весьма очевидным. Имя будет у нас на данный момент пока практическое, то есть, определяющий крепость, как согласенную столицу. Царьград. Некоторые скажут, что слухи о подобных поэзиях, имен, шли с Византии. Но если в самом деле подумать, кто на самом деле Царьград здесь? У них Константинополь, а у нас Царьград. Самое главное, поэкономически мы не так сильно отстаем от них. 186 золота у нас едят. А у них 199. Я считаю, что абсолютно Добрыня заслужила данный статус. И в будущем также будет заслуживать. Развитие не останавливается. А война у халифата совсем не рисуется перспективами. Минус 500 зашли в минус. Еще и евреям. Не этим случайно евреям должны деньги. Тоже регион очень сильно запущен. Контрабандисты. Тройные налоги. Некомпетентный правитель. Да, я не впечатлен. Какое-то восстание здесь. Повышает власть Совета. А здесь совсем новая революция началась, смотрю, у Англии. Да, печально, что они не участвуют, правда, в священной войне. Только за Алиманию против Германии. Желательно, чтобы это дело быстрее закончилось и могли переключиться на более важные вещи. Требушников, зараза. Ах, ты пиявка, да? По всем заслугам. Ты видел? Мою наложницу хотел соблазнить. Сучи ты хер, а? Ты куда лезешь? Соблазнил она тебя своими мозгами, я посмотрю. Ну и знаешь что? Бери себе эту старуху и играйся с нами. Нашел себе развлечение, блин. А вот как она станет никем, тогда лучше баловаться на здоровье. Старый хрен. Я перестал быть жадным, так как я понял, что счастье не в деньгах. Ну что ж, да, счастье в поэзии, в архитектуре, в высших концепциях созидания. Или разрушение, кому как. Так же, если у нас без 15 минут этот ушел погулять в свободное плавание, я, наверное, дам ему корону и посмотрю, насколько он станет влиятельным, как вассал. Так, а этот кому-то лежит. Отдельная революция. Опять же, хорошо, я быстренько закончу, подожду, пока не закончу здесь. Отдам корону и насколько он сможет бутить мне воду. Ну, если уже там уж и самое серьезное будет, отпустим его. Пока я буду наблюдать за этим развитием. 0%. Угу, все, уравнялось. Посмотрим теперь, куда кочнутся чаша весов. Было минус 18. Теперь, ну, и католики проигрывали. Но сейчас уже по нулям. Прекрасно. В самом деле, детский сад. Один старый гомосек ко мне приходит и начинает ругаться насчет пиявки. Мол, требушников у него, видимо, тоже трахло какую-нибудь там жену или еще что-нибудь в этом деле. Прибежали, начали спорить. А, уже не сто. Все равно стал моим врагом. Тем не менее, хотят, чтобы я разделил. Я посмотрел на Света Славой и про себя просидел в зубы. Теперь ты хочешь, чтобы я тебя поддержал. Красавец. Ну, а ты же понимаешь, выбор будет совершенно другим. Люди, которые, по крайней мере, хотят, стараются служить мне вопреки слабостям. Здесь выбор очевидный. Ступай с Богом. И заодно, ему, конечно, приятно, чтобы поддержал. От Рубочникова. Пусть сидят все там в углах и дуются, соблазняя пожилых женщин. Ну, не пожилых. Истинная сущная жизнь женщины раскрывается. Она, Диана, расцветает по-настоящему где-то только после 30. Так что в 40 лет, ну, если некоторые, то они еще не могут рожать. Для таких умудренных жизнью мужчин, это будет самое то. Нормально. Каким макаром этот титул зашел к Польше? Если не ошибаюсь, у меня же вроде Control of Real Inheritance. Нелегально. Да, стоит. Кстати, можно уже поменять. Отлично. Здесь пойдем перед бургером, потому что нам надо продолжать делать в упор в деньги. Доить. А еще на рассмотрение, блин. Так, ну это не дело, конечно. Причем не из Дюрея так же. Любопытно. Да и наследник, оказывается, из наших. Вы что? Пуще мой правнук. Внучек, точнее. Который является регентом. И так же на Великую Польшу. Наследник. Что у нас осталось здесь от Польши в плане Дюрея? Любопытно, любопытно. Очень любопытно. Если он колется, мы, конечно, отберем свой регион. Но мы тогда сможем поддержать нашего родственника. Что значит родственника? Мого внука. И дать ему независимость. И собрать Польшу. Причем Польша будет такая собранная. И прошу прощения за эту автологию. Как сильная страна. Вместе по Болгарии. Отличный буфер получится. Учитывая, что у меня так же Болгария. Так же мои. Наше дерево растет. Жестковатый, зачерствый хлеб. Черствоватый, я бы даже сказал бы. У них в столице нарисовались бандиты. И что-то мне подсказывает, что эти романтики из Большой Дороги. Как раз вот 39 госпитальеров, если не ошибаюсь, это были. Так, это тамплиеры. А нет, это тефтоны. Тевтоны, да. Видимо, здесь тефтоны пока оккупировали столицу. Ошиваются и грабят честный и нечестный народ. Ну, а что же вы хотели? Изислав. Миссиславович. От новой жены. Польки. Которая оказалась умная баба. И он так же родился умным, но слабеньким. Надеюсь, он вызовет. Выживет. Если выживет, то... Кажется, у нас нарисовался новый царь. Достойный царь. Решил обратиться к Еремею, чтобы спасти Изислава. Пусть он немножко потрясет в воздухе, пошлепает по попке его, чтобы он начал дышать эффективней. Но надо спастить. Это огромный потенциал. А, захотел еще. Все хотят земли. Подавай, подавай, подавай. Перебьются. Шикарно. Ай, молодец Изислав. Спас, спас. Я рад за тебя. Держи награду. 48 золотых. Купишь себе новую корову для жены. Будет у вас парное молоко. Или да, застроите. А, пока к нему кламя этот не относится. У него Майлен. У меня под хвостом живет. Хорошо. Но и на том спасибо. Теперь самое главное, до моей смерти надо переправить престол наследия. Но я не могу. А, нет, стоп, секунду. Вроде уже есть возможность. Нет, нету. Почему-то сделали, что... Можно менять престол наследие только один раз. Печально. Хорошо. Может, он в следующем приходит на ходе. Пусть пока растет. Окупация. Окончена столицы. Тамплиеров прогнали. Но... Поппы... Поп Стефанос VII ведет на 22%. 30 тысяч у них осталось. Не то, что осталось, у них было. Сколько у вас? А у этих совсем плохо. 2 тысячи. Ну, выезжает за счет Рима, скорее всего. Ну, я имею в виду с Ри. А кто же тебе так набежал, а? Серьезно. Так, а у вас сколько? 3 тысячи. Ну, они в войне не участвуют. Блин, вот не вовремя здесь войска завязались. 14 тысяч. О, ты смотри. Вот, нарисовались. Как неплохо. 13 тысяч идет, в основном, от тамплиеров. Да. Серьезное войско. Очередное приключение совершил наброситься на Британию. Я думаю, ждать его не буду, пока он нарисуется. Сразу начнем собирать войска и выдвигаться на запад. Блин, что же там мне еще одну компанию запихать? Эх. Ну, ладно. И, да, если у тебя почему вопросы с праведливой гнев? Почему поляки до сих пор у меня в центре насывались? Не могу. Не могу ничего по этому сделать, потому что против меня восстанет весь мир. Абсолютно все. Так что, надо ждать, пока утихомерится. Давно было пора сделать. Все, перетисовал колоду. Теперь у меня достаточно больше поддержщиков. Прошу за это выражение. Посадил пару майоров моего кострата. Ну, точнее, евнуха почетного. Причем просто евнуха двора. И даже мне не надо было просить о одолжениях. И ключевые фигуры. За счет того, что если они будут находиться на постах и все равно потребуется одолжение, я всегда могу их позже убрать. Но только за счет того, что они меня любят, они готовы поддержать меня таким образом. Все, консульство врубаем. Наконец-то я могу поменять другие законы. Не спрашиваю никакого разрешения. И им тоже будет есть о чем подумать. Ворота закрывать. О! Да, это как раз самое. То есть деньги у меня есть тоже 400. Пора. Надо бухать. Prosperity Growth, битва, companionship, мудрость. Как всегда, нам нужна мудрость и понимание ситуации. Ты шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Он мой враг Нет, даже не враг Он просто меня не любит Потому что он навалял У меня проблемы И я решил его зататулить Трус Хоть и воин понимающий Блин Ну что же Я совершенно забыл Мне надо держать Скорее всего буду арабов держать на жертвоприношение В данном случае Черт, я разрываюсь Нет, я не могу принести жертву одного из своих Это Это практически придать Весь смысл за существование Яблонских Мы служим народу Через богов, но не наоборот Это очень-очень важный момент Когда каждый Должен понимать Что правительство Для народа А не наоборот Да, у меня есть Немножко Мысль проскочила Но На самом деле Это был бы страшный поступок Поэтому остается пир А Федот Будет сидеть На затворках Пока Не надумает Что-либо более подходящего Либо пока не сдохнет там Это его дела Но я еще раз повторяю Правительство В любой его форме Неважно Демократия Диктатура Монархия Орден Правительство Правительство Прежде всего Служит Народу А не наоборот Не наоборот Не народ Служит правительству И чем раньше Ты это поймешь Тем лучше Это будет для тебя И для твоих детей И для всей Своей страны Неважно Где ты находишься По какую сторону Берега И я рад Что я вовремя Успел это вспомнить И жадность Тщеславия Не затуманила Мой разум Я знаю Своё тоже место Спасибо Боге За ваше разумение Поэтому Заносите жратву Гуляем Замечательно 30% Также нарисовалось Восстание За счет Высокого Морального Разложения И католики Поднялись 13-е Умедовское Католическое Восстание А вот и Если не ошибаюсь А нет Это Сантьяго Госпиталеры Сантьяго Калатравра В общем Испанские Да Война идет За квитанию Дольки Серьезно Я надеюсь Они ее выбьют Все-таки Кстати Вы давайте Тоже выдвигайтесь Встречаем То есть За такой хвост Растянулся Мой хвост Ужас Через всю Европу Топает Но пока Надо поддерживать Этих Детей Детей севера Я решил После того Как я отогнал Свою наложницу Гречанку Понял Что Дуться на Требушникова Пиявку Это Ниже Моего достоинства Так что Да Поздравляйте Бро Мы вновь будем Бухать Кстати Надо будет Посмотреть Мне еще Пока нету Возможности На каруселек Пригласить Недавно Только было Кажется Ну Ничего Я думаю Сейчас найдем Время Тоже С этим абсолютно нет никаких проблем. Любопытно, любопытно, как это дело все развернется. Да, единственное, здесь против меня. Ну, хотя я же только помогаю. Ага, заболела, бедняжка. Держись, моя сладкая. А пневмо и подходит, черт. Плохо. Скорее всего, я, наверное, новых вассалов отведу назад, а воины перона будут помогать при защите. Компенсируем, да, даже. Держи еще, спасибо. Мне не жалко. Так, да. Титул. Пожалуйте ему титул, звезду. А остальных мы разворачиваем обратно. Надо реально помочь в этом плане. И я думаю, да, мы сможем... Ну, это очевидно. Плюсы. Ой-ой-ой-ой-ой. Собаки лифтов. Да, надо на самом деле все свои войска отгонять. Кроме воинов, перво, наверное, все равно здесь не смогут мне помочь. Так, идем, наверное, здесь пока на грах. О, а вот и помощники идут. Летовцы, я понимаю, да? Давай, не теребить душу. А, Болгария? Черт, Болгария тоже подключилась. Брат на брата, что ли? Вот задница. Ну, ладно, надо подрезать его как можно скорее. Так, одиннадцать. Давай тогда отсюда. Все. Пока подмога у нас в пути. Пятнадцать. Ай-яй-яй-яй-яй. Может, не надо было? Да хотя, ну, грех не попробовать, по крайней мере. Да, елки-палки. Такой интересный расклад получился. Половцы, да? Карта огромная. Вообще территория просто. Но это не для нас уже, боюсь. По крайней мере, может, я надеюсь, если выиграет, то... Запустится машина дюре. Так, ну давайте, язычники, вы сами разбирайтесь. У нас здесь очень серьезная такая жаркая битва нарисовалась. Трех королев. Причем династии Яблонских против себя воюют. Как тебе такое нравится, да? Болгары. Панонские князи из Яблонских и сам род. Да, суровые. Потерял еще вообще пять тысяч человек на хуйном проходе. Десять, четырнадцать. Ладно, давайте комбинируем и попробуем задавить их на холмах. Это будет тяжело. И сам князь, да, топает. У нас тут команда вообще элитная такая, генералов. Идем в гору. Но, надеюсь, мы вытащим за счет моих генералов. Да, здесь битва, конечно, серьезная. Хороший генерал. Но, надеюсь, быстро фланги эти пробьют и задавят остальное. Не, неплохо. Практически без потера. Обалдеть. Хороший удар. Ну, почему нет? Ай, черт. Теперь все гораздо сложнее стало. Внезапно. Еще и регент нарисовался. Хорошо, что из моих, которые меня вообще не любят. Ай-яй-яй. Амбициозный. Жалко, жалко, жалко. По крайней мере, титулы не потеряли. Умер, естественно, смертью в земле, когда спускали из холмов. Война окончена. Ладно, к сожалению, здесь уже ничем помочь не смогу. Сейчас у меня явно другие приоритеты. О, слава богу. По каким-то макарам, видимо, за счет... Да, он интригант, собака. Смог стать моим наставником. И это безобразие продлится до скольки? Ну, еще 8 лет. Да, это серьезно, конечно. Консульство возмещено. Надо новые маршалы, курчапу. Давай думать, давай решать. Самое главное для моего будущего внука-гения. Стоп, это же он и есть. Как? А как так получилось? Изислав. Боги вообще просто... А, он наследник. Фу ты, блин. Два годика, да. Чего я разогнался? Да, силволт у нас сейчас... Ну, такой нормальный. Его задача будет поставить Изиславу на трон. А сейчас нам надо решать здесь проблему. Сколько он поднял? 18 тысяч. Ну, я надеюсь, воины первого нас смогут размазать его чутка. Давайте вы на поддержку. А остальных я, наверное, буду держать в стране, потому что революция не за горами. Так же для нас работа новая нарисуется. Мы можем поднять имперскую администрацию теперь. Прежде всего, на этом пойдем. И не помешает солдат тоже прокачать, да? Теперь у нас тяжелая пехота. Это одна из самых представительных в этом мире. Кроме испанского халифата, который тоже не такие уж и сопляки в этом плане. Но если мы выскочили из войны, то вполне возможно, есть смысл сейчас подключиться к нам за священную войну против половцов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слабенький какой-то арабишка оказался. Всего лишь 500. Жалко. Я надеялся на большее, но и тоже... Лишняя копейка не повредит О, вы мне разрешаете его выгнать из страны, из тюрьмы Спасибо, как мило с вашей стороны Так, еще этот местный, так же Местный демагог оказался Бретон, славянский бретон Забавно Пусть идет в другое место куда-то Дублин Да, далеко ты уехал Ну ладно, как хочешь Все-таки я думаю, наверное, присоединились к войне Потому что, может, вассалы немного отвлекутся Получится больше поддержки И потому что вот эти все их заговоры мне не очень впечатляют Надо отличь очередной маленькой победоносной войной И в основном будет этим заниматься воины Перуна Пока все остальные войска будут накапливать На потенциальные революции Давайте топайте, ребята У вас много времени Хотя нет, у меня сейчас корабли Да, перевезем их кораблями, на самом деле И давно-давно пора уже вложиться в лабораторию По фармацевтике Распределение 25 и защита так же чутка И потом мы построим, наконец-то, обсерваторию Давно-давно пора было Добрынский госпиталь Звучит Потомкам Добрыни будет Точнее, самому Добрыне даже было приятно бы Покрутиться в гробу по этому поводу Лев Весьма любопытный дворф Уродливый, но такой Проныра Стеснительный, но Очень яровирующий 15 дипломат Давай возьмем Возьмем этого маленького интересного чувачка Будет нашим местным доктором Посмотрим, как он сработается У меня есть вроде сестра Она, дворфиха Взяла почетный титул Придворцового дворфа Ну, вот термин у него Конкуренция будет Еще один решил, наверное, написать Мне денег Хорошо, будем ждать Обалдеть, я не успеваю Московские ведут По очкам Ну как? А, не, они же стали родными верами А, хорошо Ну, все равно Да, если Москва нарисуется здесь То это будет что-то новое 6 тысяч человек Откуда они взяли? Столько людей, интересно А, Великая Польша 3 тысячи Каливаны 2 тысячи Московских Любопытный расклад Да, воины Пирона Пока продолжают топать У меня через Европу Где они, кстати? А, вот Я же забыл Я посидел на кораблях Бегите, Мерли Да, неплохо Вот что значит Хорошая госпитализация Тиф, если не ошибаюсь Да? Да, Тиф Практически всю страну захватил Но Киев пока держится Ворота закрывать рано Что я говорю? Уже? А, у меня из-за герба Не видно было Черт Ладно Рисковать нельзя Закрыть ворота Надеюсь, заразу Мы не занесли туда Фу, слава богу Моя родственница Теперь назначена Моя покровительница Отлично Держи подарок Я надеюсь Ты меня будешь лучше воспитать И она также меня воспитывает Вот это жалко Блин Стоп Гальфария Заруская Да, это бывшая Наложница Подхватила Тиф Выкидывайте Здесь я тебе Уже ничем не помогу помочь Причем явно Что она подхватила А братец мой Нет Блин Ладно Помогите Спасайте Лев Двор Если ты сможешь Спасешь его Считай Тебе Место Обеспечено На всю жизнь Но если ты Он умрет Ты вылетишь За его следом За его трупом Из крепости Проклятие Оказывается Видишь Я немного Подтянул резину Черт Не хватало Теперь этого еще За гречанку хотят Да ради бога Мне не жалко Хорошая женщина Не должна пропадать Лев Подожди Нет Лева Я могу Выкидывать Льву тоже Надо будет помочь Хотя Вроде Не подхватил Блин Плохо Плохо Рыцарь захватили кипчак Ну хорошо Допустим Вроде все Сто И по очкам Я все равно Не успел Да Московским Отойдем Обалдеть Вот это будет номер Так Нет Крики И так далее И так далее Перебьются Открыли А не Открыть для них Ворота Но я ставлю Стану при этом Трусом Не очень Хорошее начало Для царя Так Спрятался За цветом Ха Тем не менее Я хотя бы стал Амбициозным Уже лучше Да Но болячка Все до сих пор здесь Теперь я понимаю У меня нету Опции Вырубить Ворота Да Рискнем Рискнем На крайней мере У меня Мой Следующий Это будет Зислав Может быть даже К лучшему Рискованно Конечно Но все равно Трусом быть тоже Не очень Крестьяне Не простят Крестьяне Не поймут Все Куманию Куманию забрали А нет Подожди Пловцы Игорь Хар Кому теперь Куманию Принадлежит Она стала Православной Ааа Мордвинцы Православные Фу ты блин Родновирские Мордвинцы Вот так Вход Да Он взял Корону От Московского Миссакиды Мордвинские Ооо Это Интересный Момент Так Подключился Да Все Продолжить Дрежит Защиту И все Себе Титулы Подгром Зараза Любопытно Любопытно Значит У нас Королес Полония Осталась И С Руси Видимо Серьезная Драка Начнется Но Теперь Могу ли Рассчитывать Что Так Это Тартария Здесь Начнет Что-то Меняться Хотелось Надеяться Этим Отойдет А Только День Год Патриархат Ладно Упутитаты Роглодовище Понос Да Не очень Хороший Признак Ну Видимо Слабый Просто По Жизни Ну Давай Выкарабкивайся У нас С Тифом Серьезная Проблема Посмотрю А Не Все Тиф Пронесло Отлично Но Другим Остаюсь Со странным Все равно Сильным По крайней мере Не так Было Сильный Удар По Экономике Остались Еще На Хостите Остался Тир Красун Надо Развивать Зараза Начал Выигрывать Я думаю Пора Мне Объявлять Самому Войну Так же Сейчас Быстро Закончим Здесь Кампанию Поставим Рядом Воинов Перуна Ну Пока На Кораблях Подкинем И Надо Начинать Это Я чувствую Эти Придурки Опять Сольются Столько Воюют Столько Время Воюют И так Результаты Не добились Шахиды Похиды Махиды Они смогли Удержать Только Эту Конфликт Только За счет Постоянных Революций Революций Или Что У них Там Происходило Ужас Просто Ужас Как Можно Так Хреново Воевать А А мне Надо Евреев Защищать Своих Пока Не Началось 28 26 Давайте Выходите Потом Подберем Остальных Немедленно Немедленно Начинать По Захвату Обалдеть Как же Он Все Так И любит Цадок Живой Готов Просто С Один Самых Преданных Фассалов Которые Имею Кто Бо Мог Подумать Из Всех Фассалов Которые Существовали Он Любит Меня Больше Всего Плюс 266 Только Потому Что Он Любит Моего Отца Вот Это Настоящий Друг Обязательно Будет О нем Позаботиться Об этом Милом Еврейском Алкаше Кажется Пора Кого-то Точно Сменять Нормально Да Симпатизирует Ислам Да Ты Брат Мой Друг Белин И в самом деле Объелся То же самое 500 Нищий Блин Все Начинаем Компанию Распускаем Войска 32 на 5 Что-то У меня Совсем Маловато И 10 тысяч Перуна Давайте Ребята Быстренько На корабли Садитесь Высаживайтесь Возле Малоруки И Начинаем Компанию Потому Что Их Надо Как Можно Быстрее Отвлекать И Ты Сел Спрятался За Ворота Это Меня Не Может Не Радовать 18 Следующий Жиробас Ленивый Любит Трахаться И И И И Очень Изнеженный Хрупкий 80 Летний Мальчик Хорошо Это Приятная компания Ууу, смотри, у него рядом тут Так, ну, это не волнует Нам главное сейчас выйти из Испании, естественно, корабли И начать оккупаться в Майорке Эти заразы воспользовались моментом Да, но это нереально Поднять 60 тысяч Вся страна поднимется практически Даже больше, чем вся страна Откуда? Я максимум поднять могу 30, а не 60 Сумасшедшая Да ладно, здоровье, блин Все Пусть воины перроны держат засаду Мои, моя личная гвардия Будет помогать Охранять при высадке Если такая нарисуется Остальные же отправляются в столицу Все, кто есть Будем там Начинать раздруху Я надеюсь, конечно Мы его вытащим оттуда из-под Замка И устроим ему, что положено 26 тысяч и минус 20 Неплохо Да, дорогой, неудивительно, что ты впал в депрессию Но ты ее заслужил Первый такой рейд Как раз нашел 6 тысяч И надо воспользоваться Хоть при неудачных обстоятельствах Но мы просто вытянем за счет массы Надо подрезать постепенно Наконец-то оригинство закончилось И я стал посредственным дипломатом Но в 16 лет Отрасил очень неплохую бороду Стал щедрым Это уже радует Все Сваливать обратно корабли быстрее Так, слушай Давай-ка ты Не будешь корчить себе Бог знает кого Подстриги Вот так вот Больше похоже на пацана будет Любитель муслим Что у нас из амбиции Наследника Хорошо Розовская До сих пор еще подрастает Пароль это осталось До девочки Следующее нам надо Будет поменять Престоноследие Чем раньше, тем лучше И обязательно я Выражаю свою признательность Цадоку Самому лояльному Самому прекрасному Вассалу И делаю его Регентом Я не знаю Как больше Лучше выразить Свою признательность И почтение Старому еврею Который любит Квасить Весьма Кстати Она с ним тоже будет забухать Ну когда будет мир И я надеюсь Я надеюсь Да Мы Подарим твоим детям Королевство Он так и не взял себе жену Старый Старый еврей Но Из вассалов Я думаю Кто-то займет его место И Будет новый Рот Даже не рот А мишпаха Но это я не посчитал Все-таки У них же Опять тиф Вечно Куда они Каждый раз приезжают Высаживаться Оттуда просто нельзя Вся страна Посмотри Вся страна Захвачена Тифом Ужас Здесь насморк Да Аллах вас не поддержал Да и грехов тоже Подождите пока там Сопадет Водная все равно Все займет Некоторое время Знаешь что Я наверное все-таки Войска распущу Не буду Разряжать Моих вассалов И так позиция Шаткая Потом На крайняк Если что-то изменится Поддержим Я наверное Лучше свои войска Притащу На защиту острова И я наверное Кордобу Назову цедоком Его столица Где он прожил 70 лет Этот беглый Пленный Который случайно Попал в руки Славянам Он Прожил Весьму интересную Жизнь Подожди Почему говорю Прожил В прошедшем времени Живет Ну как только умрет Я наверное Сверю Да Кордобу Переименую В Задок Хороший Еврей Причем Без всяких Замурочек Всю жизнь Квасил Бухал Гулял Общительный Мужик Справедливый Ну хоть немножко Там со своими страхами Что Все Все гонят Евреев Ну нормально Нормально Я могу только За него порадоваться Блин Чуть-чуть Опоздал Уже войска Набежали Папство Тамплиеры Держат Осаду И Сама Гвардия Папы Также Вошла В столицу Хорошо Мы пока Со своим Войском Перунов Подержим Здесь Хотя В принципе Давай высадимся Рядышком Будем проводить Свою политику Ну во всяком случае Это радует Что все-таки Мы его Подрезали Как следует О Еды у них Не хватает Сильно заперлись Да и выйти Особо не могут Потому что Осада Скорее всего Да Я вас поздравляю С 1200 Годом Вот так вот Праздник Праздник Хотя Честно говоря Не знаю От Рождества Христова Кого Волнует Такая дата Паршивая Овца Нарисовалась Хорошо Я думаю Его как раз Мы и спрячем В тюрьму Если же Он откажется Отказаться Будет Хотя По этому поводу Ничего Особо Не сделаем 7000 А 28% Ну ладно Попробовать Тем не менее Стоп А он же у нас Мы забыли один важный момент Он не является Православным Родновером Так что Давай Поставим На место Я хочу Хотел убрать Его С С Арены Политической Потому что Слишком много Мне Пакостей Творит Мне Это Реально Не Не нравится Разряжает Смотрю 110 кораблей У него Неплохо Ну Куда ты делся Я не понял Вот и хорошо Заодно Мы Крупное Восстание Засадим Так Померанка Умная баба Давай Глянем Да Пусть будет Еще наберем Других Двое На первой На весьма Кстати Появились Да Это Радует Престиж Эх Викинги Тоже Мне Еще Как Знал Как Словно Знал Жалко 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 Почел Мой Дорогой Алкоголик Умер Естественно Смертью Во сне Наверное Надеюсь Среди того Отошли К нему Пришла Пора Найти Нового Еврея И Кордобу Мы ее Назовем Разумеется Иначе Вот Надеюсь Это имя Сохранится Надолго Теперь А что же Касается До следующего Правителя Нам нужен Кто-нибудь Отсюда Местный Локальный Храм Баронство Город Как Насчет Тебя Раф Вообще Это надо Лучше Поискать На списке Здесь Отсюда Быстрее Самого Потенциального Вот Самый В списке Первый Нарисовался Йоша Армистринский Как раз Олень Такой Красивый Символ Очень Хороший Эконом Администратор Да И Скорее Всего Мы Посадим Сделан Главным Экономом Ну Это Хорошо Начинается Новый Род Дом Аместрин Мишпаха Аместрин Все Тебе Все Отходит Кордобия Кстати Ты знаешь Что Есть Смысл Вообще Этот Титул Кордобия Именно Ее Назвать Садоком Как Первого Основателя Первого Лояльного Еврея Где Такое Видано Да А это Мы Переименуем Другой Наверное А ладно Титул Не Пусть Все Так Земля Остается Титул Это Одно А Земля Совершенно Другую Да Так Что Давай Йоша Ты У нас Лещий Кордобия Будешь Иметь Надеюсь Сейчас Ты Уже Себе Найдешь Еврейскую Жену Нормально Из Усалов Я имею Там Должен Побольше Подняться Пятьдесят Католики Ведут Ну Я Надеюсь Я Надеюсь Поражение По всем Фронтам Идет Таки Взяли Взяли Китанию Ну Не буду Забегать Вперед Но Скорее Все Взяли Все Скинули Так Теперь Этот Новенький У нас Пацанчик Завел Себе Малышку И Сместил Предыдущего Горе Лидра С которой Все Началось Что Случилось Интересно Да Блин Куда Ты Лезешь Сейчас На битве Замочил В Маску Железную Ра Подел Ну Хорошо Тем Не Менее То есть Здесь Мы Битву Закончили Я Вас Уже В тюрьму Но Подожди Почему Минус 100 Потому Что Он Враг Да Ну Хорошо Тогда Ты Сиди За Все Деяния Твоего Предыдущего Царя Короля Князья Князи Так Мне уже надо Заканчивать Уже Заболтался Сегодня А мы Будем добивать Дальше Помогать Бить арабов Ну хорошо Этот Да Я чувствую Этому Привез Спаситель Плотно Его Возможно Другой Возьмет А ты Никуда Не денешься Русскую Девочку Убили Сожгли Ее Нифига Семя Вальдемар Британский Это Ты Знаешь Что А ну Ка Давай В подвал У тебя Поезло Опции Нету Ну Еще Я для Среди Что Найду 20 000 Минус 15 Я думаю Хребет Перебили По очкам Выходит 67 Все Это Мы Закрываем Калитку Хотя Нет Знаешь Что В принципе У меня Вассалы Особо Не Выбухают Остались Только Мои Этих Можно Распускать Вообще Все И Все Свиты Остаются На охране А Здесь Мы Пойдем Харасить Дальше Просто Не Давая Возможность Сформировать Войска Вражеские Держать Постоянно В минусе Да Косвенно Помочь Католикам Тварь Мои Царицу Убили Причем Узнаю Кто Я не могу Даже Посадить Ну что Ж Те Ожидают Подобная Смерть Тварь Блин Жена Она была Мне беременна Ты представляешь Убить Беременную Жену Какая Скотина Вообще Не верю Своим Глазам Это Был Мой Наследник Будущий Будь Ты Проклята Отомстила Видимо Да Она В самом Деле Отомстила За то Что Моя Старуха Проклятая Взяли Вравство Когда-то Мой Дед Близко Подохла Стирва Но К сожалению Узнали За все время Даже не родила Никого Дура Уже получи Слабовато Она все равно Получи Что У вас Здесь Когда Вы уже Закончите Мучить Этого Несчастного Падишаха 70% Войска 27 на 200 Надо Его Еще Теребить Эмира Орлеанского Завожлил Я решил Пока парень Молодой Надо Произвиться Учитывать Что У меня Более Важные Есть Претенденты Повоюем Во слава Богов Но Тоже Удалось Запихать Немного Ногу Свело Зараза Подхватил Все-таки Зараза Не то одно Так другое Комфер Ну ладно Пусть Наш Кто Такая Так Ну Надо Немножко Поголотать Да Хорошо Плюс Один Ну В принципе Нормально Хорошо Держимся Держимся Так А значит Получается Если я Подхватил Заразу Я не могу Обратно Сесть Седло Да Не могу Давай Продолжаем Стучать Подковами Айда Лев Айда Молодец Вылечил Меня Все Судорога Исчезла А льва Надо Отблагодарить Добрый Добрый Старик Держи Еще 15 Ну Вообще Просто Он Меня Вылечил Сам Не Ставая Спустели Я Надеюсь У тебя Будет Все Хорошо В будущем Чертовы Дети Вечно Не Вовремя Рождаются Но Тем Не Менее У У меня Появилась Дочурка Марина И Теперь Она Власть К себе Притащила Давай Уже Пора Заканчивать Все Это Дело Маразматики Какие-то Уже Столько Времени Прошло И Так Не Сдвинул Что Здесь Четыре Выигрывает Но Все равно Выиграть Никак Не Могут Даже Этот Уже Прокачался До Великого Воина Мож Помочь Ему 30 Нет Только От Этого Мало Ладно Я не буду Держать Еще Зависеть Продает Так Продает А Мне Подам Республику Заодно Ему Настроение Испортим Васалы Пусть Типа Начнут Взбухать На него Хорошо Давай Разодими Это Тоже Амалорку Назовем Сапфирм Все Осталось Терен Найти Еще Одного Трагаша Сдать И Основывать Новую Республику Как мы Назовем Интересно Блин Надо было Раньше Увидеть Но Казался Он Сцелепатом Хотя Для Республики И публики Тоже Особой Роли Не Играет Династия Основывается На их На сменах Престонаследия Которого Вообще В принципе Отсутствует Все Тем более Он васалом Остается А Назовем Мы Ее Как-то Так Ворота Запада В основном Как-то Практически Все Торговые Караваны Которые Будут Заплывать В Средиземное Море Будут Прежде Проходить Через Ворота Запада И Разумеется Регион Это будет Держаться Патрулями И Прочим Флотом Пока Таковый Вариант Вот И все Гранд Майор Ильсеев Ворота Запада Срубина А Сафира Санется Нашему Целебату Пусть Между собой Выясняет Отношение Этим Ребятам Придется Нелегко Придется Здесь Конкурировать Очень серьезно С Генуэй До поры до времени И все Последнее Наверное Это Венец У нас Останется Надо Будет Смотреть На нее Но Это Не Скоро И Не Горит Последний Момент Который Я Сейчас Сделаю Это Мне Надо Важно Быстренько Скинуть Консулат Перет Перетусывать Фигуру Поставить Ключевых Людей И Тогда Сбросить Потому что Если Сейчас Они Начнут Поднимать Угрожать В очередной Революции Я Уже Здесь Ничего Не Смогу Сделать Поэтому Нужны Мне Ключевые Ключевые Люди Желательно Также Хорошее Расположение Вот Кордова Да Йоша Можно Хорошее Посадить Хотя Честно Говоря Он Слишком Амбициозный Чтобы Ну Я имею Вообще Знаешь Что Давай Все Так Рискнем Давай Поставим Стевардом Хуже Не Будет Я Надеюсь Этого Сделать Лоялистом Нет Не Получилось Ладно Придется Тусовать Дальше Тогда Берем Маленькие Фигуры И Будем Моим Должны Вообще Ужас Даже Нет Никого Под Сто Итак Два Лоялиста Основных Низей Мы Трелывать Не Будем Тогда Тебя Надо Еще Подкупить Тогда Маршал Лев Причем Это Кстати Мой Двор В Который При Смерти Живет Я думаю Не В Обид Будет Так Что Здесь Еще Предложил Нам Построить Великий Монумент В Присципе Для Ярила Нам Это Не Повредило Тем Более Это Недорого Стоит Для Ярила Для Моего Дома Но Это Мы Зашибаться Не Будем А Вот Здесь И Как раз Большинство Солдат Подключим К этой работе Хорошо Вернемся К политике Сейчас У нас Трое Против Четверых Значит Мне Еще Одного Надо Перетащить Это Скорее Все Кардоба Ладно Кардоба Простит Он Мне Достаточно Любит Еще За Все Мои Передряги Но Видишь Он Оказался Ненадежным К сожалению Ладно Я Потом Верну Стер А Как Стер Он Все Хороший Следующий Кандидат У Будет Тут Из родственников Возьмем Наверное Глеб Алиан Сосия Да Надо Вообще Не в ногу Лалиски Из нее Не получилось Тогда Просто Попросим Ну Дай мне Знать Хорошо Все Четыре Против Вторых Прикрываем Эту Лавочку Три Два Минус Против Хорошо Так Теперь У нас Возможность Технология Позволяет Вмести Имперскую Администрацию Поскольку Мне нужна Абсолютная Абсолютная Форма Правительства Но Теперь Мне надо Ждать До Две Да До Восемнадцатого Года Еще Десять лет Чтобы Перекинуть На Очень Много Представляешь Лимит Вассалов Пусть Будет Двадцать Пять Обалдеть Многим Не понравится Но Это Никого Не волнует Но Тогда Мы уже Реально Превращаемся В настоящую Империю Не просто На словах Но и на делах Потому что Это очень Долький Процесс Тяжелый Остается Теперь Здесь Если они Меня откинут По крайней мере Хотя бы Я им дал С мертвой точки Дорогие мои Простите Но я вас должен Выкидывать Надо возвращать Обратно Ключевых фигур Гранд Принц Бургундии А ты Разве Не в тюрьме Сидел Не А вот Вот же Этот Смотри На эту Недовольную Рожу Ты Мне Не нравишься Совсем А как Насчет Принести В жертву Чертового Викинга Британского Я ему Ничего Не обязан Эти люди Я всего лишь Жду Возможность Им Подняться Вайс Займет Его место Станет Сильнее Но Если Эти две Династии Сольются Блин Хочется И колется Только Только Не хочется Давать Достаточно Власти Династии Вызов Но С другой Стороны Если Они Объединятся Под Одной Да Ты Знаешь Если Это Будет Одна Земля Одного Короля Он Будет Больше Шансов Для Выживания Хорошо Давай Мы Предоставим Нашим Богам Этого Нам Ненавистного Язычника Нет Ну В плане Не как Родная Вера А как Северянина С Германской Мифологией Ну Давай Отправляем Тебя Начали Традицию Да Поддержим Деньгами Без проблем Мое Жертвоприношение Пыталось Вырваться Когда Волх Подошли К Жертвоприносительному Камню Да Он Возмущался Орал И Боги Наверняка Будут Довольны В этом Плане Будем Надеяться Очень Хороший Способ Избавляться От Недовольных А Принесить Жертву Мне Это Нравится Интересно Как Богом Понравится Моя Жертв Вот Это Меня Больше Интересует Так Эти Ребята Кстати Да Рассосался Немножко Интересно Почему Как Мои Вассалы На это Отреагировали Ну Только Недовольные Хотят Тиран Подожди Тиран У меня Подскочил Хочется Консульство Фестиваль Уволил Но Из-за Убийства Это Овцы Видишь Меня Тоже Не Взлюбили С этим Будет Проблема Ну Ладно Отдохнуть В тюрьмах На крайний Случай Восьмой Год Ладно Я думаю Мы можем На этом Заканчивать Сегодня Потому Что Я Надеялся Дотянуть Все-таки Посмотреть Если Эквитание Выйдет И отпустить Этих Уродов Но Это Затягивается На Вообще Просто Невероятно Длительное Время До Сих пор Сестьдесят Сколько Можно Воевать Воюют И воюют Воюют Эти уроды До сих пор Так и не Присоединились Даже Слабы Католики Слабы Выезжают Наверное За счет Только Орденов Тамплиеров И прочих Братства Меча И Христа Меч И крест Я бы даже Так сказал Хорошо Мы эти новости Увидим Следующие А я пошел Закажу Не Прикажу Чтоб мне Занесли Порсенка В яблоках До следующей Продолжение следует